Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница. Настроение прекрасное у всех, я надеюсь. У меня в том числе. Пятница, последний рабочий день недели. Великолепная погода, солнышко. Но мы, тем не менее, не уходим, не отходим от наших правил. Ежедневно встречаемся, разговариваем о суровых реалиях нашей жизни. Сегодня мы встречаемся с бизнесменами и, собственно, говорим о них, как они строят свой бизнес, как они живут и выживают в какой-то степени, наверное, это актуально в нынешних российских условиях. Так вот, сегодня тема нашей программы «Как создать интернет-бизнес с нуля и сделать так, чтобы он приносил прибыль». Я подумал о том, что действительно создать, может быть, это еще полдела, но еще хотел, чтобы и зарабатывал. В гостях сегодня я представляю моего гостя Денис Шапкарин, управляющий партнером агентства интернет-рекламы «Нектарин». Добрый вечер, Денис. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Беседа наша интересная сегодня, я уверен, будет. Телефон в студии, я напомню для вас, 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финал.фм. Звоните, пишите, спрашивайте Дениса, учитывая то, что... Ну, пока по секрету я вам сообщу. Да, учитывая то, что у Дениса огромный опыт непосредственно в интернет-бизнесе, да, и проектов у него, если так мне память не изменяет, почти 10, да? Да-да-да, 9 из них, успешных 4. Ну, это нормально, на самом деле, я так думаю, что, в принципе, да, проект, изначально строится проект, там, бизнес-план, какие-то ожидания, но в конечном итоге есть реалия. И надо, что тоже, кстати, отличает, на мой взгляд, профессионального бизнесмена от непрофессионального. Профессионал будет упираться до последнего, пока, я прошу прощения, уже не останется ничего, да, что могло бы поддержать его существовать. А профессионал скажет, да, сейчас вот не то время, может быть, да, я не в то время затеял это дело или обстоятельства какие-то, надо сворачиваться, оптимизироваться или уходить, соответственно, в другую сторону и открывать что-то другое. Я так понимаю, вот примерно так, да? Да, абсолютно. У тебя и происходило. Ну что ж, давай начнем разговор. Итак, если ты не возражаешь, что такое интернет-бизнес? Это все, что связано с интернетом или какая-то есть все-таки некая идея основная? Интернет-бизнес сегодня это несколько направлений базовых в России. Это бизнес в e-commerce, это бизнес... E-commerce это? Электронная коммерция. Электронная коммерция. Вот все, что можно купить в интернете. Ну, то есть пресловутые интернет-магазины, да? Абсолютно, да. Вот, это по большей части рынок рекламный, вот, куда входит им, собственно, рекламное, размещение рекламы в интернете и создание различных проектов. Вот на этом рынке играют и Mail.ru, и Яндекс, Одноклассники. Ну, то есть много там хороших звучных имен, да, хороших ребят. Кстати, я правильно понимаю, все-таки рекламный бизнес это вещь гораздо более широкая, чем интернет? Просто сейчас, учитывая, да, текущие реалии, все посмотрят в интернете. Ну, так широкая, 260 миллиардов рублей крутится на рекламном рынке в России каждый год. Вот из них где-то в районе 55 миллиардов это интернет, маркетинг. И эта доля в рынке растет с каждым годом, отнимая по кусочку каждый год так у конкурентов. Ну, как конкурентов, мы не конкуренты между собой, но, в общем, отнимают других сегментов. У других сегментов рекламного бизнеса, да? Рекламного бизнеса, да, это ТВ, но ТВ, наверное, нет, в большей степени это пресса. СМИ, да? Да, наружная реклама и пресса, наружная реклама и, ну, в какой-то степени телевидение, но там хорошо тоже растет сегмент, и он достаточно эффективен. Ну, и логика простая, да, наверное, все-таки эффективнее, да, реклама работает вот в интернет-пространстве, да, нежели в газетных средствах массовой информации, вот, в наружке, так называемые. Да, абсолютно, потому что в интернете все очень просто посчитать. Да. Вот, вам достаточно просто сказать, что мне нужно, к примеру, там, не знаю, продать 20 пар обуви, вот, и у меня есть там 50 тысяч рублей, помогите. Вот, и вам могут, нормальная компания может предложить вам оплатить прямо покупку. Помогите, это я кого прошу, помогите? Ну, поставщика, агентства, я не знаю, специалиста, кого угодно, вот. Или просто я вышел и говорю, Крюша, помогите. Нет, 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 когда вы выходите, надо поднимать табличку, у меня есть бабки. Да, 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 помогите мне их потратить. Да, да, да. И тут сразу, да, находится огромное количество народа. И когда они к вам подходят, у них нужно спрашивать, вы работаете как, за результат или нет? Если не за результат, это значит, люди либо в интернете, они нечестно играют, если за результат, то да. А результат в этом случае, это? Ну, вот оплачивать сделку, то есть я продам, заплатишь, не продам, не заплатишь. Раньше это называлось на реализацию, отдал на реализацию. Да, 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 абсолютно. Сейчас это можно делать в интернете вот таким способом. Это нельзя делать в наружной рекламе, в телевидении, там совсем другие задачи решаются. А у нас можно уже конкретно таким образом. Это здорово, и именно поэтому реклама привлекательна именно в интернет-пространстве. Многие об этом не знают, усопротивляются этим, этому говорят, что все очень сложно, у нас так все сложно, не надо туда, это такое все интернет, это болото. Но это, мне кажется, просто... Это по незнанию, наверное. Или еще есть, знаешь, такая, на мой взгляд, косность мышления, да, то есть вот я жил долгое время, я периодически в газетке, там вот у меня есть модуль такой, я туда телефончик и говорю, вот, ребята, я такими-то услугами занимаюсь. Это уже архаизм, по сути, да, потому что есть интернет, и там огромное количество людей смотрят, и возможности другие. Нет, я все-таки буду в газетке. Да, но еще же как бы есть компетенция у специалистов по маркетингу, просто наш рынок, он очень мало рождает специалистов с точки зрения продвижения в интернете. Мы тут все как бы в каком-то смысле самоучки. Вот представьте, маркетолог с большим стажем, он занимался брендингом, рекламой, его флайн, очень хорошо знает, как строить медиодавление в этих СМИ. И тут ему говорят, чувак, давай в интернете, ну, мне кажется, это круто. А кто ему говорит? Работодатель, да? Да, собственник приходит и говорит, у меня там Сережа знакомый, он вот занимается продажей рубашек, и он заработал классно, поднялся, и у него через магазин идет 60% продаж. А что мы-то тормозим? У нас все как-то по старинке. Естественно, маркетолог думает о том, что, ой, блин, это так все сложно, какие-то баннеры, там, сетяры, проникновение, конверсии, нет-нет-нет, давайте. Он обращается, соответственно, в какую-то компанию, и тут вот начинаются сложности. Не хочет перестраиваться человек, это неудобно. То есть, с одной стороны, на него давлеет работодатель, да, он говорит, вот я хочу, чтобы так это было. Он вынужден, да, естественно, это желание исполнять, и он ищет контрагента, и уже... Для того, чтобы работать в интернете хорошо, нужно его полюбить, сам интернет для начала, потому что там очень просто все, правда, и удобно. Разговаривать по скайпу, общаться с друзьями и так далее. Надо полюбить вот эту среду, немножко отказаться от привычных... Ну, подожди, все, что ты сейчас говоришь, это несколько не в бизнес пространстве, да? Не в бизнес, абсолютно. То есть, достаточно полюбить вот с точки зрения просто личного пользования. Да, потом захочется в нем разобраться. Вот я к чему веду. То есть, тут замысел заключается в том, что ничего не начинается как бы вот с насилия, с какого-то. Надо тоже заставить человека быстро разобраться. Ну, а как? То есть, для этого нужно просто употреблять это все, потому что интернет дает колоссальные возможности. Общение по скайпу в разных странах, пересылки, почта, строение бизнеса, продажи. Если понять силу этой всей истории, разобраться в интернете, желание разобраться в интернете появится, я уверен. И я с тобой согласен, и мне кажется, даже вот самый простой, ну, и самый очевидный нагляд, не случайно сейчас, да, огромные популярные социальные сети приобретают. То есть, самый простой, вот, ну, пользуясь твоим термином, полюбить интернет, это просто общаться в нем, общаться. Да, да, да. Да, именно коммуникативной составляющей она и делает интернет популярнее, 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 да. Раньше там, ну, даже, собственно, я-то могу, да, я человек пожилой, я вспоминать могу, там, лет 10-15 назад, да, там, я мог уехать куда-то за пределы большого города, не имея при этом мобильного телефона, его еще не было в природе. То есть, стационарного здесь нет, ну, об интернете тем более, все, и я оторван от мира. Ну, это хорошо с одной стороны, я вот часто как раз по этому поводу ностальгирую, понимаешь, я немного о другом. Потому что, да, как бы, ну, понятно, что все имеет две стороны как минимум. С одной стороны, мы все время вовлечены в процесс, да, я могу, уехав куда-то, там, не сидеть в офисе и при этом все время работать, да, общаясь со своими партнерами, коллегами, там, задачи ставить или решая их самостоятельно. А с другой стороны, я все время смотрю, у меня слушатели говорят, вот я в отпуск собираю, да, мне брать с собой, там, компьютер, да, я, может быть, там, поработаю, ну, ты же в отпуск собираешь. В отпуске надо отдыхать, и все. Я согласен. И ты должен выключить это все, и с собой ничего лишнего не брать, и только заниматься тем, чем занимает. Абсолютно, интернет засасывает. Вот эта вот любовь, она чревата тем, что ты просто потом тяжело от нее избавиться, от этой любви. Вот, потому что в конечном итоге, действительно, моментально, там, открывая почту или скайп, ты попадаешь на этот крючок, разобраться дальше, почитать и посмотреть. Надо себя останавливать, это не бизнес, когда ты постоянно работаешь, надо давать себе возможность передохнуть, чтобы с новыми силами общаться. Забавно получается, да, если ты наемный рабочий, у тебя есть там рабочий день, словно говоря, раньше, да, вот, за неимением таких коммуникаций, ты приходил, условно, к десяти, в семье ходил, и все, и дома ты занялся. А тут, да, по дороге еще пару раз позвонят, приехал домой, электронную почту проверил, там опять, ой, а давай вот, ну, время-то кончилось рабочее, а давай, может быть, вот, решим до завтрашнего дня. И получается, что ты вместо там, да, сколько там, семидесяч, восьмидесячного рабочего день, 24 часа в сутки, все, и работаешь, работаешь, работаешь. А это такая потребность у нас, вот, болезнь человеческого мозга, я считаю, мы постоянно думаем о чем-то. Вот, обратите внимание, даже в этот момент все равно о чем-то думает голова, думает. Не, ну, думать-то она может о разных вещах. Да, да, и я просто... Иногда о приятных. Ну, согласен, но в любом случае, мне кажется... Денис, извини, пожалуйста, сейчас время новости послушать, а потом и продолжим. Итак, друзья, продолжим наш сегодняшний эфир. Я напомню, что в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Денис Шапкарин, управляющий партнером агентства интернет-рекламы Нектарин. Говорим о том, как создать интернет-бизнес с нуля и сделать так, чтобы он еще и помогал жить на этом свете. То есть приносил прибыль и, в принципе, мы сегодня обсуждаем вот технологии работы в интернет-пространстве. Напомню еще раз, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Пишите, звоните, задавайте вопросы, мы продолжим беседу. Денис, ну и как, собственно, строится этот самый интернет-бизнес? С чего надо начать? С чем надо продолжить? Вот смотрите, я думал, как готовился к передаче, как же отвечать на ваши вопросы. Я попробую просто, наверное, примеры своей жизни без книг, без всего, что мне удалось там. Причем, извини, пожалуйста, примеры своей жизни ты, ну как бы так, субъективно, частный случай такой. Но я уверен, что ты же не на ощупь все это шел, да? Есть какие-то определенные стратегии, которые просто исследовал. Но вы направляйте, я буду, естественно, как бы рассказывать все, что скажете. Замысел такой, что надо, прежде чем начинать бизнес в интернете, ответить себе на вопрос, который, наверное, многим покажется странным, бизнесменам, но, тем не менее, вот в наших сегодняшних реалиях это вопрос не что, а кто. Вот, почему? Потому что, говоря вот, например, о своем опыте, мы поняли одну вещь, что, собрав хорошую команду, людей, которые могут заменить, один человек может заменить двоих в каком-то смысле, да? То есть, имея на борту хорошую команду, можно выбрать направление. Вот, таким образом появилось агентство. Мы несколько лет, пять лет назад просто увидели хорошую возможность. Извини, я перебью тебя, смотри. Не что, а кто. То есть, о чем идет речь? Под что подразумевается? Чем заняться, да? Что выбрать? Какую роль деятельности? Да, рынок, занятия, продукт, исследование и так далее. А кто это люди? Да, да, да. И ты собираешь команду, ты говоришь, вот, ребята классные. Ну, и, наверное, на самом деле, прежде, может быть, даже не столько они профессионалы, сколько они классные ребята. Нам вот приятно вместе мы работать и проводить. Нет, нет, нет. Тут вот это очень важный момент. Смотрите. Если говорить о личных качествах, естественно, мне куча людей приятна. Мне с вами приятно общаться. Но я, наверное, больше обращал на тот момент внимание на то, какими профессиональными качествами обладает этот человек. То есть, хороший человек, это не профессия, да? Абсолютно. Как известно. Абсолютно. Тут нужно понимать, что у человека есть определенные качества, которые позволяют с минимальным риском и в короткий срок заработать денег. На тот момент для меня это было очень актуально. Я не говорю никакой мотивации. Там реально конкретно стояла такая нужда российская. Знаете, нужно было денег для того, чтобы жить просто. Это нормально. Это нормально. Ну, в том плане, что это нормально, это часто встречается. Да. Кстати, я хочу тебе сказать, я тоже прожил нелегкую жизнь. Нет, у меня были такие периоды, и это очень мотивирует, это очень собирает. Абсолютно. Когда у тебя нет вот такого прям животного, понимаешь, животного факта, что завтра нечего кушать тебе будет. Вот я вот... Примерно такой же была ситуация. Совершенно верно. И все, и уже ни на что ты не смотришь, да? Ни на погоду, ни на природу, ни на самочувствие, понимаешь, ни на что другое. Ты знаешь, тебе надо выжить просто. Да. Все, это железный мотив. И вот я просто анализирую сейчас, почему у нас тогда получилось. Говоря о компании, вот тем мы задали там, а как начать бизнес с нуля. Мы вообще никогда не были в минусе. Мы начали с нуля. У нас не было денег тогда, никаких инвестиций, нам никто не давал деньги на развитие. Что-то такое вообще, какой-то бред мне казалось. Давайте там первый раунд, второй раунд, там колено оценим инвестиционную привлекательность, давайте бизнес-план шендермент. Да-да-да, найдем инвестор, естественно. Да, это все как-то вот тяжело. Я думаю, тогда не про это было. Тогда было четкое понимание. Рядом со мной есть сильные люди, которые могут эффективно построить работу. И ответив на вопрос, кто, мы тогда даже этого не осознавали. Я сейчас просто пытаюсь разобраться во всем и так и думаю, а как же, почему получилось. И именно ответ на вопрос, кто тогда стал решающим. И потом только мы уже поняли командой, так, а куда двигаться. Какие рынки самые перспективные. Давайте попробуем вот это направление. Нет, тут такие-то риски. Давайте попробуем вот это направление. И эти вопросы рождались внутри команды. И они были настолько важны, ну, как бы настолько, как сказать, вот не было там лишней шелухи вот этой вот аналитику даете, вот это вот это. То есть не было вот этого. Была просто четкая такая вот логика Я пробовал, это не получается А здесь, да, вот тут моя сильная сторона Здесь я могу так-так-так, а ты как можешь? Я могу вот так О, отлично, давай попробуем И, соответственно, заходили мы тогда в интернет, естественно, без инвестиций Для нас тогда было важно просто стартануть У нас были какие-то минимальные деньги Там мы сами накопили, в общем, открыли компанию Вот, и тогда мы просто знали, что мы будем работать больше, чем остальные в несколько раз Вот И главная цель И были готовы к этому Да, и главная цель, которую мы преследовали Мы должны были просто, как сказать, услужить даже Не то, что закрыть потребность А вот как бы помочь человеку, нашему первому клиенту На тот момент выполнить свою задачу Это для нас было первостепенно Мы знали, что если мы это сделаем Мы сможем тогда дальше развивать бизнес Вот, и у нас получилось И вопрос на, ответ на вопрос кто На мой взгляд, сейчас в текущих реалиях является более важным, чем вопрос что Подсмотреть за западные технологии, проанализировать рынок Это вообще не проблема Но если у тебя нет человека, который знает английский И понимает, как бы чувствует, где это все Данные могут получиться плохие Поэтому, если ты не ответил на вопрос Не к тому человеку, который обратился за информацией, к примеру Или ты сам, например, не понимаешь этого То ты тогда и не узнаешь, куда тебе двигаться Потому что многие проекты по себе сужу Не углядел, например, за командой Все, она провалилась Рынок вроде хороший Все, мы там заходили на рынок купонов А что такое не углядел за командой? Ну вот, как-то так посмотрели, понаделись Вроде бы нормально человеку Есть у него и амбиции вроде бы Как-то там и все Но вот не было вот этого А он со стороны пришел, да? Нет, нет, это был партнер Тоже Да Вот, потому что был Ланчевали такой же проект на рынке в тот же момент И, значит, мы захлебнулись, а ребята выстрелили Вот, и я считаю, что эта ошибка была не в расчетах, а в команде То есть человеческий факт Нет, не смог, нет амбиций, куча барьеров Вот это не могу, это не могу Там и все Это некогда, да? Да, тогда мы как бы уже сами вкладывали Мы были инвесторами, как бы А человек должен был делать проект Вот, не доглядели Вроде все, посчитали И так, и так И цену пользователей, рынок и объем Все хорошо Нет, не получилось Я понял тебя Хорошо, хорошо Давай тогда вот продолжим, да? Этот список формировать Итак, на первом месте кто? Да, в данный момент я думаю, что да Потому что это ключевой момент Второй момент, вот опять же из опыта Это, естественно, рынок Ну, то есть уже что? Да, это уже что? То есть вот вопрос там, например Многие ребята там приходят Спрашивают там совет Или там давайте денег Или там мы там смотрим Вот знаете, появляется как идея классная Вот когда ты прям каждой клеточкой чувствуешь Офигенно, все, вот оно, нашел Она примерно должна соответствовать трем критериям Первый критерий Я очень полезен для большого количества людей Я решаю какую-то простую их проблему Вот какую проблему решил Инстаграм в России, к примеру Все люди у нас хотят делиться фотографиями Потому что у нас такая страна экзибиционистов в каком-то смысле Кто-то там постоянно выкладывает еду Вы понимаете, да У нас такая И писать мы не любим Совершенно А это только проблема России, ты считаешь? Нет Ну не проблема, а свойство России Конечно нет, но у нас это ярко выделено У нас очень мало комментов под постами Но очень много людей постят Вот еду постят Постят там, вот смотрите, я тут вот еду Мысли какие-то свои Вот это мой Мишка Вот это мой Зайка Да, нашим людям А это утиные вот эти вот лица Нашим людям очень важно Это что нашел, значит, основателя Инстаграма При этом, вы знаете, да, вот эту историю Когда Цукерберг, он прям забежал в офис И сказал, я покупаю вас за огромные деньги Ему инвестор говорит, ты что, псих? Он, я когда-нибудь слушал, все, я вас покупаю То есть он это сразу прочувствовал, да? Да, да, он понял, что это очень огромный рынок Огромная возможность, да И я просто хотел сказать о том, что они решили очень маленькую одну проблему Они дали возможность людям прямо сейчас здесь Я могу вас фотографировать, сказать Я получаю удовольствие от того, что общаюсь с этим человеком Я хочу поделиться этим Я не хочу писать Потому что через фотографию я передаю им по-настоящему эмоции Да, именно, именно Понимаете, да, причем я ее так немножко приукрасил Там же есть возможность фотографию как-то изменять Чуть-чуть потемнее сделать, посветлее Ну, такое придать ей определенный колорит И все, эта проблема решена Вот, например, у той же самой Алены Выданаевы Или у наших там знаменитых звезд У них подписчиков в Инстаграме 60 тысяч человек То есть, представляете, они... Им интересно, да? Да, им интересно, как живет звезда Звезде интересно показывать Я в этом тенте, я здесь Так, и решив эту проблему Человек получил огромные инвестиции Он сейчас миллионер, но изначально была какая задача Он увидел эту потребность Этим нужно вот это Пользователям нужно вот это Они хотят наблюдать Здесь нужно показывать Здесь нужно наблюдать Рекламодателям, естественно, должна быть возможность Как-то зайти туда и порекламировать Сейчас они эту проблему решают Ну, это уже на втором месте, да? Да То есть, идею изначально, стратегическую он как бы почувствовал Почувствовал именно, как удовлетворить потребности Вот, когда думаешь о бизнесе, нужно забить на свои вообще вот эти вот истории Серьезно, ой, я придумал классную фишку, она должна всем понравиться Это неправильно То есть, оттуда надо исходить, да? А что должно им понравиться? Да, да, и это должно подтверждение иметь Лучше бы даже немножко в тест какой-то вложиться Чуть-чуть бросить денег, посмотреть Ага, там пойдет, не пойдет А тест это откуда? Они в интернете тоже? Ну, там спросить у друзей Как ты считаешь, это классно? Тебе бы понравилось? Спросить у потенциальных клиентов Вы бы сюда разместились? Да, да, ну прикольно, мы бы да Или там, ой, нет, вообще-то чем-то никогда Вот не надо вот себя как бы обманывать Это очень важно Потому что, если ты придумал идею Положи на свое эго большой-большой болт Потому что ты тут как бы в этом смысле Очень хорошо можешь себя обмануть Потому что люди же все по природе эгоистичны Они считают, что я такой вот Сергей Да, да, то есть я придумал нечто И сейчас я вам, человечество уважаемое Да, сейчас буду это преподносить Да, да, да А вы потом меня... Да, каждое это нечто Есть такая хорошая, хорошая, классная грабли Вот ты на них раз, наступил тебе раз Ну вот нужно сделать урок Я такой урок сделал Не надо себя обманывать Это важно Потому что, если ты делаешь какой-то бизнес У нас нужно понимать Как это будет помогать людям Что там случится Ну вот здесь тонкий момент, извини, пожалуйста Как это будет помогать людям Это некая такая Как бы глобальная идея, что ли Да, на уровне Всеобщего блага, счастья Хорошо А есть реальная идея А как это будет продаваться? Да, абсолютно Это не одно и то же? Это одно и то же В случае, смотрите, с Инстаграмом Это я один пример В случае с интернет-магазином другой Например, вы затеяли, например, какую-то проблему решить у человека Ну, например, компанию ТКНОС Она доставляет продукты Это проект инвестиционный Но не очень классную проблему решать Есть куча людей, которые не хотят тратить время на походы в магазины Они хотят просто заказывать из интернета еду, чтобы им доставляли И что? У ТКНОСов все хорошо Да, они там где-то, наверное, сейчас одна рентабельность выходит Но компания эти данные не раскрывает Но тем не менее Я думаю, что у них очень классный бизнес-модель, если они до сих пор работают Они решили проблему, не ходи в магазин Не надо тратить на это время Если ты знаешь, что ты покупаешь Ты можешь даже корзины себе сформировать Уже определенные Ты же знаешь, молоко, башняс и все Тебе завтра это привезут Зачем тратить время на эти бесконечные походы? Компания, например, по покупке билетов или оплаты штрафов Сейчас это очень актуально Повесили вот эти штрафы везде Вы знаете, да, вот эта история Постоянно сейчас как бы это Сейчас банки очень быстро решили эту проблему Платите штрафы у нас на банке Потому что есть спрос на это, да? Конечно, 20 миллионов штрафов ежемесячно Или какие-то показатели Вот недавно я смотрел, врать не буду Но, в общем, суть в том, что там огромные деньги Которые нужно оплачивать Для банка это транзакция Один раз оплатил, несколько процентов получил себе Это классная возможность Ты помогаешь человеку, не надо ему идти в очереди стоять В онлайне все, реши вопрос Все, ты зарабатываешь на этом Вот это важно Именно возможность решать какую-то проблему Естественно, речь идет сейчас Ну да, сейчас речь идет о том, что мы послушаем новости с тобой А потом продолжим Ну что ж, друзья, продолжим наш сегодняшний пятничный эфир Чуть не сказал праздничный эфир Как создать интернет-бизнес с нуля И сделать так, чтобы он приносил прибыль Вот это тема нашей программы В гостях Денис Шапкарин Управляющий партнер агентства интернет-рекламы Нектарин Телефон в студии 651099,6 Код города 495 И сайт компании финам.фм Присоединяясь к нашему разговору Спрашивайте у Дениса Еще раз повторю Вот он дает вполне реалистичные ответы на все вопросы И я вижу, что он действительно в этом настоящий профессионал Если позволишь, мы продолжим разговор Вот в этой же последовательности И так, собственно, вот я некий список даже для себя тут Помечаю Пошаговая инструкция, если можно так сказать Пошаговая инструкция Как создать успешный бизнес Вот первая задача мы определили Это команда, это человек И так далее и тому подобное Дальше мы выбираем уже непосредственно идею Которая не мне лично нравится прежде всего Я донесу ее потом до всего мира А это, скорее всего, будет востребовано На мой взгляд Или на взгляд моих коллег Это будет востребована идея И дальше уже будем ее реализовать Что дальше? Абсолютно Дальше нужно сделать такую вещь Дальше нужно посмотреть Делалось ли то, что вы задумали в России и в мире Уже? Да Дело в том, что очень многие компании Обламываются на том, что Говорят, это уникальный продукт Вот Они говорят Да, да, но я придумал классную идею Я же считаю, что я гений Ну это да, это нормально То есть это нормально Ну подожди, тут есть два момента, извини С одной стороны, да Я, зная, что это не уникальный продукт Все-таки пытаюсь, да, себя Ну в своих глазах или в глазах общественности Себя несколько приподнять Говорят, что это только у меня так У меня так А с другой стороны, я по незнанию могу так сказать Потому что я не знаю, что такое Вот это вот как раз то, чему я подвожу Третий шаг, это очень важный момент То есть если есть какой-то замысел, да, грубо И мы понимаем, что идея, которая родилась Она помогает людям Нужно понять, реализовывалось это где-то в другом месте или нет Очень просто сейчас все делается Не нужно ничего усложнять Существуют прям специальные профессиональные сайты На которых можно посмотреть, куда инвестируют западные инвесторы Или в гугле набрать, да? Или в гугле набрать, окей Можно посмотреть российский интернет, западный интернет Мы сейчас говорим только о интернете В бизнесе, поэтому эта вся информация открыта Модели, о которых там идет речь Они очень известны Если там есть какие-то знакомые, например Которые занимаются инвестициями Можно у них поспрашивать Потому что инвесторам приходит по 90 По 100 писем в день, дайте денег На разные проекты Естественно, там попадаются такие же гениальные идеи Которые как бы У меня Которые у меня Но инвесторы, очень люди умные, расчетливые Они прекрасно чуют рынок Они понимают, как бы готов рынок, не готов к этому Какое количество пользователей на рынке потенциально Могут быть вообще-то новый, старый рынок Ну и так далее Может получиться так, что идея, которую вы придумали Она либо реализована в другом формате даже То есть она как бы похожа Либо такая уже прям аналог есть Если этот аналог успешный Дерзайте, делайте Нужно увязываться И он работает Он уже работает, да, он успешный Но в этом случае, дерзайте Ты имеешь в виду, повторяйте его, что ли? Да, почему нет Но если как бы есть желание запускаться Речь же идет о том, что мы должны заработать на этом Правда? То есть не просто там как бы стать вторым Цуккельбергом То есть не надо изобретать велосипед, что называется Да У нас очень много социальных сетей в мире, понимаете Которые так же классно работают Есть куча нишевых сетей О которых никто не знает, как о Цуккельберге Понимаете? Ну а они работают И они достаточно неплохо закрывают свои функции Есть российские социальные сети, западные На западе вообще нишевые социальные сети Есть и социальные сети района Я к тому, что как бы это нормально Да Вопрос просто в том, какие ты цели преследуешь Если цель стать Сокельбергом, окей, если цель заработать, то ничего страшного в этом нет Взять и повторить, например Такие у нас сотни компаний на рынок так выходят Знают классная бизнес-модель, его прикольно, давайте зарабатывать Вот, и там уже дальше опять как бы начинается вопрос в том, что нужно обязательно на это посмотреть Потому что если это уже делали, это не сработало, нужно понять почему Если это работает, тогда окей, это хорошие значки, зеленый свет, давайте, держайте, это классно Смотри, а если это не работает, может быть есть смысл сразу от этого отказаться Или все-таки разбираться надо, а почему не работает А у меня может быть это заработает Надо разобраться обязательно, потому что это очень важный момент Тут вопрос в том, что команда опять же могла не справиться, например, да И на это есть объективные причины Есть такие какие-то барьеры, которые нельзя поступить Государственное регулирование, к примеру, да Там отсутствие вообще потребности в этом Либо, например, ну как бы вот есть такие ситуации, при которых вот Вроде сейчас есть потребность, вот как с купонами, да То есть все там поверят, что рынок купонов это крутая история Там все, беглеон там все, ну что В три раза сейчас сократилось, инвестиции беглеон чуть ли не закрывается Ну все, перегорел рынок, сейчас компании нужно эволюционировать Они в другие как бы смотрят направления, естественно Так вот, я к тому, что надо очень внимательно изучать Проводить исследования Если уж замысел есть, все как бы и люди там заряжены То надо вот эту идею немножко, вот знаете, есть такое вот Kill questions, такое понятие, да То есть ее вот расстрелять буквально этими вопросами А вот если это будет как бы риск, а вот это если будет И ответив на этот вопрос уже, вот после этого только нужно приходить к расчетам То есть если у вас есть команда экспертов, которые понимают в этом рынке, да Куда вы двигаетесь и так далее Они вам и так без расчетов скажут Это не сработает или сработает Потому что у них все расчеты в голове Если они говорят, слушай, по-моему, это попахивает успехом Вот тут надо начинать считать Это вот уже четвертый этап Это четвертый этап Да, тут вот надо начинать Тут начинается математика Раньше мы все в основном, ну не всегда, но на эмоциях, да На какой-то интуиции мы вот Да А здесь уже начинаются прикладные вещи Да, потому что если ты не веришь в проект Вот если не созрело у всех как бы вот в команде желание того, что все, круто, давай делать Как бы не помогут расчеты Потому что если команда не верит, если ты не веришь в перспективу Ты никогда людям не за мотивируешь их Ты им не объяснишь им, чувак, давай двигаться вместе Нет, нет, смотри, вот да Есть команда, хорошие ребята, но они вот не двигаются Я говорю, давайте мы посчитаем Вот сейчас вот вы, вот поверьте мне Мы сейчас посчитаем и увидите, что там все хорошо Ну если да, если скепсис есть какой-то, как бы, да Но тут важно понять, что вот придумав какую-то классную идею Она очевидна будет сразу Ее даже не надо обсчитывать Люди умные, они должны, ну как бы если в команде человек с опытом Он это понимает, что да, походу тут попахивает большими деньгами Но чтобы еще раз убедиться, нужно посчитать И когда уже цифры скажут, там, с разными разрезами Средний чек, рынок, там, охват аудитории, там, разная маржа, там, вложения Тогда уже, тогда уже, как бы команда вообще 100% начинает доверять проекту И тут появляется вот эта вот энергия внутри Которая несет бизнес, как бы То есть если раньше мы были, ну, условно говоря, да, ориентированы на нечто в тумане, там, вот, вроде бы, да, идейка есть А сейчас она конкретно, она уже из тумана вышла, вот он, алые паруса И мы видим просто, да, конкретно Но это необходимо потом, потому что в любом случае, в конечном итоге мы все люди Мы устаем и так далее Но если ты уже просчитал все, у тебя есть, как бы, карта Вот эта вот драгоценная карта, по которой плывет корабль Там же есть ориентиры И в каждой команде тоже есть определенные ориентиры Мы проходим такой участок, там, нужно вот такие-то показатели достигнуть Теперь вот такой участок проходим Вот такие показатели надо достигнуть У каждого человека будет показатель, если будет этот план И более того, они будут верить в каждую цифру Если они не понимают, из чего это складывается, они не поверят Бизнес — это логика Вот в конечном итоге, в тот момент, когда им надо управлять уже Никакой там, никаких там эмоций нет Если это нелогично, если картинка не совпадает Вот это видение детально, вот, вот, как вот Вот я вижу вас, вот так же я должен видеть, что через 5 лет с компанией будет Если этого видения нет, все, до свидания Это значит либо лидер тупой, он ничего не понимает Либо проект плохой Вы сами себя начинаете уже обманывать Это вот видение, это драгоценное А это свойство лидера как раз, да? Настоящий лидер, он как раз Конечно, это его главная миссия Видением обладать, ну правда Потому что если этого нет, до свидания Вы потопите и команду, и корабль И просто в конечном итоге они устанут слушать вороньё Вот это всякое, мы сможем, сможем, чего не сможете Потому что нет предпосылок для этого Каким бы ты ни был классным сказочником Уговорщиком и всё такое Люди же тоже нет драки Ради чего эти сказки ты рассказываешь, правильно? Ты себя успокаиваешь вроде бы Людей успокаиваешь А корабль не держит Всё должно быть очень просто в этот момент Когда посчитали, когда есть классная идея Вот тут вот появляется ощущение простоты Я принял правильное решение И знаю, как его делать Я каждое утро встаю на работу Я знаю, что я делаю правильное решение Пойду по правильному пути Мой путь приведёт меня к успеху Я знаю почему, потому что мы всё посчитали Да, у меня будет много сложностей Я буду, возможно, не спать Потеряю здоровье там где-то Я, конечно, нутрирую, но тем не менее Потеряю кучу времени Возможно, мне придётся пожертвовать отношениям с друзьями Но я знаю, ради чего я это делаю Вот эта вера Вот эта вот Она рождается из полного прозрачного понимания Того, к чему ты идёшь И вот Кто бы мне ничего не говорил Там Команда рождается Там Вау, классная идея Ничего подобного Ничего подобного Она рождается, когда есть простота Вот эта драгоценная простота Она добивается как раз вот последовательным исполнением вот этих вот штук А простота в отношениях вот с теми людьми, да, с которыми ты уже, собственно, чем-то завязал Она тоже нужна, простота Да, это большой вопрос Или всё-таки Да, вот это Золыбался Я просто представляю, о чём идёт речь Ведь не всегда, да Очевидные вещи для тебя Должны быть очевидными для твоей команды Да, да, да Ну, это такая дипломатия такая, да Да Вот как ты себе это ведёшь? Это Смотрите Тут очень есть риск большой Говорят Мне один очень друг хорошо сказал Чтобы не разочаровываться в людях Мне нужно не очаровываться Вот Я не случайно сказал на вопрос Кто в самом начале Понимаете Рядом с тобой должны обезжать профессионалы Профессионалы — это требовательные люди Это люди, которые имеют своё мнение Они не трусы Они могут и сказать в лоб Что ты там, типа Ты меня подставишь сейчас, чувак Да Там и покруче могут сказать профессионалы Не только ты не прав Ну да Мягко говоря Вот И в этом замысел хорошей команды Почему оттуда надо начинать? Потому что эти люди Они всегда тебя могут подстраховать И сказать, что типа Давай направим туда наш там Давай так Вот И здесь Вот Вот это дипломатия Твоя, да Дипломатия заключается в том, что Нужно всегда отвечать себе на один вопрос Мы здесь не ради меня, ребятки Вот Мы здесь ради нашей компании Потому что я такой же наёмный слуга компании Я подчёркиваю это слово Я реально служу компании Вот Как и вы все Почему? Потому что Если у компании будет классно работать Мы все будем работать хорошо Если мы построим плохую компанию Всем будет плохо Нужно отдавать отчёт себе в этом И если ты сейчас не подходишь Вот ты конкретно не выполняешь свою работу Имей смелости в этом признаться И уходи Потому что Если вот это дипломатия О которой мы сейчас с вами говорим Да, да, да Наверное, я попал в это Абсолютно Абсолютно Нужно иметь смелость Как бы в этом признаться И не надо никому тут нравиться Надо просто отвечать Это бизнесу полезна твоя работа Или она ему вредит Вот по-честному Ты выполнил на своём участке работу Или нет Если ты не выполнил Не надо бояться сказать этого человеку Может быть Ну смотри Я абсолютно с тобой согласен И тем не менее Смотри Вот из жизни Ситуация может возникнуть такая Мы друг друга давно знаем Мы друг друга понимаем Вот у нас какой-то за плечами уже Процесс И вдруг Ну не вдруг Может быть Ситуация сложилась так Что На мой взгляд Ты не справляешься с обязанностями Да А ты вот почему-то в это не веришь Да Ну Сейчас речь о партнёрах Или о наёмных сотрудниках Ну я не знаю Это имеет принципиальное значение Конечно Потому что тут контекст разговора Может Хорошо Давай о наёмных сначала Давайте О наёмных Всё очень просто С наёмным можно поговорить Сказать Почему ты не справляешься Он объясняет тебе А он будет говорить Нет Как же я не справляю Вот смотри У меня показатели Ещё что-то покажет Если показатели хорошие Значит он справляет Да Если показатели плохие Можно спросить Почему ты не справляешься Если ты сомневаешься в том Что человек тебя обманывает Можно посмотреть в соседних областях И посмотреть Вот на этом участке Работает такой же бизнес К примеру И там у них всё хорошо Вот именно Конкретном направлении Например продажи мы возьмём Или возьмём клиентский сервис Здесь построили эту работу Ты не можешь построить эту работу Там же в другом работает Почему там работает А здесь не работает Объясни мне Человек начинает Как бы мучить себя Разными вопросами Но тут-то есть ответ на вопрос Значит ты здесь не справляешься То есть вина твоя Конкретно Ты взял на себя ответственность Например за то Что у нас в компании К концу года Будет обслуживаться 30 клиентов Твоя задача Там я не знаю Привезти там Компанию 50 Там 20 отвалится Окей 30 останется Где эти клиенты Ой не получается Продукт плохой Лучше сразу говорить До свидания В этом случае жёстко Иди В этом случае жёстко Иди Попробуй себя в другом месте Попробуй стать копирайтером Попробуй стать ещё кем Ты не можешь Ты не видишь финальный результат Вот И я может переведу тебя На другой участок Или ты может быть Как-то что-то там сам Здесь никакие компромиссы Не нужны Это наоборот Боль большая Это боль себе И боль тому человеку У него не получается Давай я ещё Ну давай ещё раз попробуем Давай ещё пятый раз попробуем Потом опять он не справился Время ушло Да Ты скажешь Ещё хуже стало Да Всем и тебе Это ничего Да не нужно Потому что это мучение В конечном итоге Всё равно всё придёт к тому Что не получится Придётся расставаться Да И это долгий процесс такой Я вам честно хочу сказать Я не такой профессионал в этом Я затягиваю иногда Мне тяжело с людьми расставаться Это вот человеческий такой фактор Человеческий у меня да Человек Я всё думаю Ну когда же ты справишься родной Ну давай Ну ты ждёшь Или ты как-то всё-таки Жду Направляю Приглашаешь И говоришь Дружище давай Ну если один раз мысли поселил Что надо разбегаться Значит всё Это всё равно Прямо уже сто процентов Что-то произойдёт Либо он сам идёт Либо придётся Прямо иногда может быть И не очень красиво уйдёт Да Может такое быть Ну как бы тут Ну да Мы все люди Мы все люди Мы все человек Кто безгрешен Как говорили великие Да Это действительно так Тут никаких гарантий нет Я с тобой согласен Хорошо У нас ещё раз Новости на Финам.фм Потом мы с тобой продолжим Ну что ж друзья Вот уже последняя часть Нашего сегодняшнего эфира Как всегда Когда такая Интересная беседа Да Время К сожалению Быстро летит Ну да ладно Что же поделаешь Итак Я напомню вам Уважаемые слушатели Мы сегодня говорим С Денисом Шапкарином Усправляющим партнёром Агентства интернет-рекламы Нектарин О том Как создать Интернет-бизнес с нуля И сделать так Чтобы он приносил прибыл И собственно Вот Денис По моей просьбе По крайней мере Так достаточно скрупулёзно По пунктикам Буквально Весь алгоритм действий Для успешного бизнеса Собственно Продиктовал Вот четвёртый пункт Когда мы говорили уже Взаимоотношениях Внутри коллектива Ну и по большому счёту Речь идёт Не только о коммуникационной Составляющей О том Как вот собственно Сделать Чтобы бизнес Приносил деньги Да Потому что вот он успешен 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 А потом Начинаются всякие Проблемы и здесь Ну и проблемы Внутри бизнеса Непосредственно Да Связанные там С тем что Рынок тоже Да Вещь такая Я бы сказал Непостоянная То есть Мы На протяжении Какого-то периода Зарабатываем А потом перестали Покажать или хуже А что случилось И вот мы начинаем Искать какие-то проблемы И эти проблемы Могут вне нашего Да Абсолютно Но тут есть два Типа проблем Если уж мы говорим о том Что у нас Вот мы нашли там Хорошую идею Нашли классную команду Подтвердили наши Гипотезы Исследованиями Определёнными И тут начинается Вот уже рабочий процесс Но тут конечно Надо понимать Что должен быть Очень чёткий Структурированный план Я может быть Банальные вещи Конечно скажу Но я просто поясню Если не поставить Человеку цель Он просто не будет Знать куда идти Банально даже Вот возьмите Два примера Во всех книгах Эксперименты Там в Калифорний Несколько институт Проводились И так далее Я очень доверяю Этим всяким экспериментам Если человек не знает Что делать Он тратит энергию впустую Это вот Он просто Это важна цель И вот эта магия цели Она помогает Как бы в конечном итоге К ней приближаться Это кажется сначала Это нереально Но потом Цель она притягивает В себе как магнит Все необходимые ресурсы Знания И наоборот Как магнит Отталкивает всё Что тебе не нужно Для того чтобы Эту цель достичь Вот для того чтобы Эту цель К этой цели прийти Нужен план План может заключаться Просто вот В каком-то таком Простом замысле Извини пожалуйста Правильно понимаю Сначала надо цель Это сформулировать Чем материальнее Эта формулировка Тем лучше Да Вот правильно Да буквально Я должен сделать То-то то-то Да Цель должна иметь Вот такая вот Как бы понятную Прозрачную формулировку К примеру Я хочу заработать Там 100 тысяч рублей Да 15 апреля 2013 года Осталось две недели Да Осталось две недели Что мне для этого Нужно сделать Вот И тут еще К Пашке Представляет дуло пистолета Классно да Очень быстро Начинает быстро Голова работать Вот Я к тому что Да Цель должна быть прозрачной Когда эта цель есть Цели бывают естественно Очень сложными Сначала ты понимаешь Что это невозможно Тут не надо пасовать Не надо бояться Не нужно Надо подождать Пусть она к тебе Осядет Эта цель к тебе Вот Тут начинается естественно Как бы вопрос После того как она сядет А это реально или нет Рынок есть или нет Деньги есть вообще на рынке Столько или нет Клиенты есть столько Да или нет Как так Что конкуренты Как они работают Все методики связаны Со сводом Анализом и так далее Это естественно Все как бы помогает Но вопрос в том Что нужно вот Именно если мы говорим О руководителях Потому что я так понимаю Что людям интересно Именно вот тем Кто задает этот вопрос Как начать без суда Скорее всего Наверное руководитель Ну то есть он Он собирается Не надо бояться Вот этой цели Не надо бояться Пусть она поживет с тобой Чуть-чуть Походить надо Походить с ней Подумать Где-то там чего-то Как-то книжку Какую-то почитать И когда в какой-то момент Придет примерно так Придет такое вот Ощущение спокойствия Да я это сделаю Вот И в этот момент Нужно попробовать С командой Обсудить Обсудить Да Если команда говорит Да почему нет Пусть они тоже Так же подумают И в конечном итоге Они придут и скажут Что в принципе да Будет сложно Но мы это сделаем И тут уже понятно За что люди борются Они борются за финальную Мотивацию За конкретные Бабки Которые каждому достанутся Может быть за доли За опционы в компании За все что угодно Но они должны четко понимать Что как бы Это реально сделать Вот И цель должна быть такая Немножко она не по силам То есть не надо ставить Немножко наперед Да Ну естественно Есть такая глобальная Я там хочу быть Глобальная она тоже нужна Нужна нематериальная Все-таки Я хочу быть там Кем-то Она должна быть простая Глобальная цель простая А вот такая цель Она должна быть Такой вот Немножко сложной Но, тем не менее, как бы бодрить она должна Вот, это важно И в этот момент начинается, естественно, планирование Планирование нужно строить по показателям Я в этом убедился, никакие цели, которые нельзя измерить Задачи, точнее, нельзя измерить Они вообще не подчиняются никакому контролю То есть с потолка все это не достается Да, какой бы ты гениальный не был там project manager Если ты говоришь человеку, сделай мне хороший проект Но ты не говоришь ему, я хочу, чтобы с каждого проекта Ты зарабатывал 20% При этом себестоимость такая-то, такая-то Должна быть, количество этих проектов должно быть 40 Вот если Ты в цифрах не выражаешься Все, это бесконечная будет вот эта Разговор Да, бесконечная суета, ни о чем Он будет говорить, что я сделал, ты будешь говорить, что я не сделал Я думал, что это вот так, а мне показалось, что это вот так Цифры, мы договаривались, ты в начале месяца сказал Чувак, я как бы это сделаю Говорю, окей, хорошо, что дальше Прошло время, участок пройден Смотрим какой-то определенный прогресс Если прогресса нет, начинаем разбираться Нельзя запускать ни в коем случае То есть если вы думаете, что ты команде поставил задачу Завел, идите, делайте Это бестолкопотраченные деньги Это 100%, каждый участок требует контроля Участки должны быть короткие, недельные, трехдневные Не знаю, в зависимости от бизнеса И ты начинаешь спрашивать, как у вас дела Покажите, какой прогресс И люди, которые как бы хорошо работают Они имеют в голове свой четкий план по направлениям Каждый их шаг просчитан Они прямо по шагам, по дням, чуть ли не по часам Просчитывают эти шаги все И хорошему руководителю достаточно просто Перевить ценность вот этого планирования И соответственно, как бы спрашивать людей Давайте посмотрим, что на этом участке Давайте посмотрим, что на этом участке И постепенно, собирая вот эти по крупицам Как бы приближаясь к цели Ты, соответственно, видишь И команда видит прогресс, она мотивируется Вот это очень важно Отдавать себе отчет в том, что все-таки управление Это больше всего, наверное, администрирование Это вот смог, поставил, проверил Поставил, проверил Такой вот сложной работы, если честно Ну это понятно Но с другой стороны, видишь, ты же изначально на это подписался Еще, знаешь, меня интересует тема Вот когда взаимоотношения, ну если мы говорим о наемном работнике Да, руководителе, наемный работник Иногда, ну вот по каким-то ты Мы об этом тоже с тобой сказали Да, ты про себя Я человек мягкий, мне иногда сложно Да, там принять жесткое решение Вот такая проблема существует Что ты, значит, со своим работником обсуждаешь Обсуждаешь, никак не движешься И поделаешь, начинаешь за него все это делать Да, бывает Это ненормально все Это, смотрите, тут это абсолютно ненормально, я считаю Потому что нужно отдавать себе в отчет Что ты все равно все не сможешь делать сам Это 100% как бы Во-первых, для чего ты это делаешь? Для чего? Для того, что бизнес страдает То есть, смотрите, есть, например, участок Который я знаю, что я могу перекрыть за 2 часа Вот, и мы будем двигаться дальше Если критическое время приходит И другие начинают, ну, как бы, проекты страдать Из того, что этот участок не перекрыт Нужно подключаться и моментально разруливать проблему Ни в коем нельзя случае А давайте, ой, мы сейчас найдем человека Да, 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 да Ты виноват вообще, я тебя накажу Сами быстро закрыть сеть Так, подожди, что ты делаешь? Давай, посмотри, как ты это делаешь? Чичичик, быстро за него это сделал Все, участок закрыт, проект идет И вот, когда ты понимаешь, что бизнес уже не страдает Все, мы перешли этот шаг Тут надо, как бы, решать, что делать с человеком Да, вот тут не бывает так, что, типа, мы сейчас волшебную палочку придумаем Конечно Ну, или вот я просто, да, мотив какой Я с тобой абсолютно согласен То есть я подключаюсь сам Именно потому, чтобы дело сделать Прежде всего, дело надо сделать А бывает мотив такой еще Ну, вот мне так жалко этого парня Ну, давай я ему помогу Ну, вот я ему помогу Потому что немножко его освобожу У него там неприятности дома Вот, он какой-то что-то захворал немножко Да, ну, пусть он А я за него сейчас вот впрягусь Вот это, наверное, совсем неправильно Это неправильно Это как раз и называется очарованием Не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться Просто спокойненько, как бы, это Ну, мы работаем Вот, это очень важно Компания страдает, все страдают Мы же ради компании Да, правильно В таком ключе Ну, и смотри, момент какой Меня очень интересен Хотя, ну, я думаю, как раз это Пример из твоей жизни В какой-то момент, да, ты говоришь Вот, компания работает Она стабильна, да Она показывает Приносит стабильные результаты какие-то, да Уже можно Ну, так Слишком жестко в вожжи не держать И ты смотришь куда-то в другую сторону Говоришь, а почему мне еще вот этим не заняться Да В какой момент это происходит Это в тот момент, когда тебе просто надоедает бизнес Если он заедает, ты говоришь, все, я надоел А мне, я закрываюсь, я продаю Я там Да, да, да Я понимаю ваш вопрос Я тут, наверное, немножко пошутил в каком-то смысле Нужно момент такой настать Когда у тебя есть грамотный преемник Вот Потому что, все-таки, опять же говорю Если говорить об интересах компании Это очень важно понимать Что она не стоит из одного человека Модель Генри Форда, конечно, крутая штука, да Но она не сделала никаких выдающихся результатов На мой взгляд С точки зрения правовых Есть менее интересные, менее заметные компании на рынке Но которые делали прорывы Эти компании, когда делали прорыв Они делали их командой Не силой одного человека Сильного харизматичного лидера Потому что с этим лидером Если что-то случается, компания Все Поэтому вопрос Если хочешь чем-то заняться Будь добрый Сделай так, чтобы у тебя был сильный преемник Который может потянуть компанию за собой И он будет так же классно работать, как и ты Даже лучше, чем ты То есть это шаг номер один, да? Шаг номер один, конечно Сначала надо кого-то вместо себя оставить Да, он всегда рядом с тобой должен расти этот человек Потому что мало ли что с тобой может случиться Вот второй момент, конечно Нужно понимать, что если ты уже здесь Денис, извини, пожалуйста И это опять, я подчеркну просто Это опять забота не о себе любимом А о бизнесе прежде всего Ну конечно, это надо понимать Мы служим компании Вот это важный момент Вот это большое заблуждение многих собственников Многие бьют тебя в груди Я крутой чувак, смотрите Без меня ничего Я Билл Гейтс, я там не знаю И так далее Ну вот смотрите Все люди, все сильные руководители Если так разобраться Или команда рядом с ними, которая собрана Они думают о бизнесе прежде всего Ведь люди, вот энтузиасты Даже самые такие вот Они думают о своем продукте Они любят его А вот этот вот продукт Любовь к этому продукту И заставляет человека задуматься А что будет, если это? А что будет, если я не смогу? И тогда, как бы, человек Если он действительно ответственно относится к этому Он думает и о преемнике И о том, чтобы команда нормально работала Не надо себя ставить выше компании Это не перенесет ей никакой пользы Если ты от этого кайфа не получаешь Чувак, тут не твое место Ты должен наступать на сцене Просто ходить и всем ударить улыбки Да, да, и руками размахивать Это нормально Потому что ты человек сцены Я вспоминаю Брэнсона Вот я был у него в прошлом году Он сейчас Ну это опять, наверное, к этому прийти, наверное Вот у него Я так Сейчас тебя слушаю и вспоминаю А у него, видимо, такая сейчас ситуация Он уже сделал все, что мог Там все шевелится без него А он ходит по сцене и размахивает рука Ну он такой всегда был Он всегда говорил Бизнес это удовольствие Virgin это компания типа вот предпринимателей У него очень много бизнесов Которые там возглавляют небольшие команды У него такая своя концепция Да, он прикольный там товарищ Но он, наверное, в какой-то момент Просто понял, что ему бесконечно важно Вот признание уже как бы определенное Кайф от того, что он вот кайфует там и все Ну у него своя модель Ну это нормально, да Да, абсолютно Хорошо, преемник есть И тогда мы уже что, смотрим? На смежные какие-то бизнесы, да? Это все от желания От желания Мы возвращаемся опять к этому списку Да, да, да Если тебя что-то забодрило Опять иди к списку Потому что я говорю Были проекты Когда мы где-то на том участке заходили И врушились И я вот сейчас анализирую Успешные проекты Которые мне деньги приносят Они примерно вот по этой технологии делались О которой мы говорим сегодня Да Они так или иначе Где-то совместно Отшли этапы участки Где-то как бы параллельно Но на всех участках Было понимание Это закрыто Это есть, это есть, это есть Это есть Все классно Вот А когда что-то не закрыто И ты себя раз и обманул Все, начинается Потом в конечном итоге Тебя это же Оттуда начинает Оттуда начинается проблема Да Вот так вот Денис, Денис Огромное тебе спасибо Слушай, я вот просто Сегодня вырос И в своих глазах Прежде всего Спасибо Я теперь знаю Как бизнес строится Просто-напросто Я всегда очень люблю Простые вот такие вот Решения Схема И конкретные задачи И их пути выполнить Спасибо Уважаемые слушатели Я благодарю моего сегодняшнего гостя Напомню, это был Денис Шапкарин Управляющий партнер Агентства интернет-рекламы Нектарин Достаточно квалифицированно Мы сегодня услышали о том Как создает интернет-бизнес С нуля И как делают так Чтобы он приносил прибыль Спасибо еще раз Уважаемые слушатели Вам спасибо за внимание Всего хорошего До понедельника Успехов в бизнесе До свидания Субтитры сделал DimaTorzok